Что случилось с Мастером и Маргаритой в 2024 году? Обзор нашумевшего фильма. Когда я смотрела новую экранизацию Мастера и Маргариты Лакшина, я все вздыхала. Но неужели настолько гениальное произведение можно снять так, чтобы оно стало еще более гениальным? Мастера и Маргариту Лакшина Давайте разберем, что же изменилось в Мастере и Маргарите версии 2024, почему фильм смотрится на одном дыхании, почему все это было отличным режиссерским решением, ну и какие тропы используются как в фильме, так и в самом романе. Но для начала подписывайтесь на мой канал, если вам интересен стори-теллинг. Главное отличие нового фильма от первоисточника – в новой экранизации совсем перемешана хронология книги. В романе Булгакова повествование начинается со встречи Берлеза и Бездомного на Патриарших с Воландом и его святой. И в первых шести главах главным героем кажется Иван Бездомный, а Мастер и Маргарита появляются после середины истории. В фильме же первым идет самый яркий момент – полет Маргариты над Москвой. И Мастер появляется сразу же, и он ведет всю историю от начала и до конца. Более того, он ее как будто одновременно и пишет. В книге есть три главные линии – Воланд и его свита, Мастер и Маргарита и Древний Иршуаим, о котором писал Мастер. Роман в романе. В фильме же все внимание сосредоточено на одной линии – основной любовной истории Мастера и Маргариты. И Ешуа, и Понтий Пилат сокращены до буквально пары минут экранного времени. А линия с хулиганствами Воланда вынесена как раз в прием роман в романе. Все их проделки представлены как вымышленные, происходящие в голове Мастера. И мы видим события, что эти фантазии, а иногда и галлюцинации, вдохновляют. Гала. Гала. По сути, это же и есть расшифровка романа. Напрямую, используя прием ненадежный рассказчик в арке Мастера, создатели фильма объясняют нам все то, что хотел сказать Булгаков. Ведь из книги мы так и не понимаем, творилась вся эта дьявольщина на самом деле или у кого-то в голове. И тут покоя, что получили Мастера и Маргарита. Это чудо или они просто умерли? Фильм прямо отвечает на все эти вопросы, и на мой взгляд, это просто гениальное решение. Потому что читать такую запутанную историю – это одно, а смотреть – совсем другое. Получается, создатели фильма просто потянули за ниточку и распутали весь этот клубок событий персонажей, членов Массолита, сфокусировавшись на главном. А главные здесь – он и она. Мастер и Маргарита. Цыганов и Снегирь, что являются парой в реальной жизни. И они просто отлично, невероятно гармонично смотрятся в этом кино. Как сказал Антон Долин, вероятно, многие теперь именно так будут представлять Мастера и Маргариту в своих головах. Цыганов даже немного похож на Булгакова. А Юлия – настоящая Маргарита, такая аристократичная и утонченная. В итоге у нас как будто несколько романов в романе. Мастер – он одновременно и Булгаков, пишущий свое главное произведение. Он создает и вымышленную реальность, в которой периодически переезжает действие. И он же написал роман про Ешуа. Очень удачный прием раздвоения личности Мастера, его тоже не было в книге. Так мы понимаем, что он одновременно и автор, и герой своего романа. И, конечно же, футуристическая Москва, которая никогда не существовала. Здание в стиле арт-деко и атмосферы из игры Atomic Heart, а еще Сталинский дом советов, что так и не был построен. Все это добавляет невероятное визуальное наслаждение. Этот прием называется альтернативная реальность, когда события помещаются в нереальную ветку развития мира. Такой прием очень любит Тарантино, фильм о бесславной ублюдке «Однажды в Голливуде». И, кстати, он же использован в Бриджертонах. В русских сериалах мы тоже уже видели эту футуристичную Москву, что была бы высшим творением Союза. В сериалах «Фандорина Зазель» и во втором сезоне «Обратность стороны Луны». Но в «Мастере и Маргарите» наряду с советской эстетикой и тензурированной повесткой этот футуризм выглядит особенно гармонично. Многие цитаты и моменты остаются злободневными до сих пор. За то, что еще вчера было можно, а сегодня уже нельзя. Знаешь, что человек смертен. Да, 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 конечно смертен. Гораздо хуже, что он смертен внезапно. В общем, напоминает прежних. Квартирный вопрос только испортил. Да. Ты слышишь все эти фразы и не только испытываешь радость узнавания, потому что не всегда очевидно, в какой момент они будут произнесены, но еще и горько хмыкаешь и думаешь про себя. Ну да, все прямо как сейчас. Но сначала была книга. Конечно, гениальной сначала стала книга, сама история и первоисточник. Поэтому давайте разберем, какие интересные приемы стори-теллинга мы можем обнаружить в ней. Основной шарм книги дают Волант и его свита, это обаятельные коровьев Азазеллы и бегемот. Волант – дьявол, но большинство героев об этом не знают и начинают рассуждать о дьяволе в его присутствии, что очень забавляет как самого Воланда, так и читателя. Бегемот постоянно выступает в роли батманки, героя, которого часто бьют и толкают с ироническим подтекстом. Коровьев – это трикстер, который не следует норму. Хотя ему это не сильно нравится. Когда-то он был смертным рыцарем, который неудачно пошутил над светом и тьмой. Был казнен за ересь, вынужден веками служить Воланду в аду в качестве шута. К концу истории он возвращает свой долг и становится прежним, благородным и серьезным. А все они вместе – это реализация тропа. Dark is not the evil. Темнота не значит зло. Ведь они же якобы не делают ничего плохого. Все их жертвы – отменные мерзавцы. И на самом деле они борются на стороне добра или, по крайней мере, справедливости. Ближе к концу у Воланда есть ключевая сцена, где его называют властелином теней. И он отвечает, что, как и тени, он необходимая часть жизни. У всего одушевленного и неудушевленного есть тень. И если вы хотите избавиться от теней, единственный способ – избавиться от всего остального в мире. Ведь он часть той силы. А дальше вы знаете. Одна из главных мыслей истории каждый получает по вере. Мастер и Маргарита воссоединяются, вероятно, навечно. Понтий спасается из своего личного ада и может наконец-то примириться с Иешуа. Берлиоз, убежденный атеист, приговорен Воландом к кратковременному оживлению после смерти, чтобы услышать, что каждый получает ту жизнь, которую заслушивает. Затем его превращают в пепел и отправляют в небытие, где нет никакой загробной жизни, только то, во что он верил. А его черри превращают в чашу для питья. А Воланд осознает, что Руссо был прав и признает, что даже в обществе, которое он считал достойным лишь насмешек и издевательств, есть души, чья участь может тронуть даже сердце дьявола. Многие имена в романе отсылают к Библии, музыке или мифу о Фаусте. Бегемот – это мифическое существо из Библии, в частности из книги Иова, еще одной истории о дьяволе, который ходит по земле и испытывает людей. Дом Грибоедова – это обыгрывание реально существующего дома Герцена, и Грибоедов и Герцен были видными литературными и политическими деятелями XIX века. Сцены появления Ивана в доме Грибоедова пародируют сцены из пьесы «Горе от ума». Несколько персонажей носят имена известных композиторов. Берлес написал оперу «Проклятие Фауста», Римский может быть отсылкой к Николаю Римскому Корсакову, Стравинский написал оперу «Обряд весны», которая, как известно, вызвала бунт зрителей на первом представлении. В романе «Тревожные фокусы» Коровьева приводит к тому, что несколько персонажей попадают в психиатрическую клинику доктора Стравинского. В связи с этим псевдоним Коровьева «Фагот» – это первый инструмент, звучащий в обряде, а его голос описывается как высокий, натреснутый тростниковый звук, как у фаготиста, пытающегося сыграть свои чрезвычайно высокие начальные ноты. «Коровьев» – это неофициальное название одной из улиц Ермолаевского переулка вокруг пруда, где впервые появляется свита Воланда. Название буквально «Коровья» вышло из употребления, когда коров перестали пасти вокруг пруда, но в 1920-е оно было еще хорошо известно. «Маргарита» – еще одна отсылка к Фаусту, а также намек на несколько исторических фигур, в частности на французскую королеву Маргариту де Валуа. Фагот упоминает, что это намеренно сделано во вселенной, поскольку не только Воланд хочет, чтобы королеву его Бала звали Маргаритой, как это принято, но и главная героиня являлась дальним потомком ее величества. Панаев Искобический – псевдонимы «Коровьевые бегемоты», под которыми они появляются в доме Грибоедова, были писателями 19 века. «Массолит» может означать «литературу для масс» или «массу литературы», но название можно прочитать и как масса литературы, подразумевая предпочтение количества качеств. В целом, это пародии на советские аббревиатуры, чрезмерное использование которых Булгаков находил уморительным. На английский его, кстати, перевели как «Лотцелит». Воланд – традиционное немецкое название дьявола, особенно связанное с историями о Фаусте. А Лиходеев буквально означает «злодей». Прекрасно, что такое великое произведение, как «Мастер Маргарита», снова и снова появляется на экранах в разных интерпретациях. Теперь, мне кажется, будет сложно создать что-то лучше, чем фильм, что сотворил Лакшин. Но кто знает, какие еще сюрпризы готовит нам этот роман впереди. Пишите в комментариях, понравилась ли вам новая экранизация «Мастера и Маргарита» или какая экранизация ваша любимая. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, а по ссылке в описании к видео вы сможете найти список из 25 бесплатных тропов, которые чаще всего встречаются в кино, и впрыгнуть в предзапись к моему клубу-курсу про сторителлинг, как использовать приемы сценарного мастерства в своем маркетинге. Также подпишитесь на канал, если хотите увидеть больше подобных видео и разборов. Ах, да, еще напишите в комментариях, какой фильм разобрать следующим. У меня так много наработок, что я просто не знаю, за что браться в первую очередь. Ну а с вами была Таня Жакова. Очень приятно было провести с вами время. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!